Ребятки, всем собственно привет, с вами Валентин Чертовов в 8 утра, который спит без контры, спит на телефоне без звука. Ну а самое что интересное, хоть меня и обнулили, я проснулся, когда мой замок горел, вот прям плюс-минус там через 5-6 минут после сбора. Так сказать, жопа почувствовала, что что-то не так, решила меня разбудить и в принципе зашел я в игрулечку, увидел то, что у меня 236 миллионов мощи и схваченный лидер, наконец-то меня обнулили. В принципе это было ожидаемо, ожидаемо в плане того, что меня когда-нибудь обнулят, потому что никто не вечен, все любят поспать, кто-то работает там 3 дня подряд, ну и короче просто я проебался, уснул без контры, уснул без звука. Скорее всего, даже если бы я уснул бы и на звуке, я бы все равно бы проспал, потому что 3 дня на работе я не высыпался, причем самое интересное, что вчера я проспал на работу, а сегодня я проспал все в принципе. По поводу того, что ожидаемо, что меня обнулили, ну это было довольно-таки легко, у меня было 9 миллионов войск, но кстати потери 4 миллиона 100 тысяч, это довольно-таки люто для челика, у которого практически 2 миллиарда мощи. В плане люто, он мог бы снести гораздо больше, что у меня здесь по затару, у меня стрелковая фаланга, все это стрелки, зайти пехами, мне кажется я мог бы потерять еще гораздо больше. При этом всем после 4 миллионов 100 тысяч луки у меня все еще оставались, то есть он даже в силах всех луков не пробил. Ну, ладненько, далее соответственно зашел второй сбор, у меня осталось лям 200, он добил всех луков и что-то там еще снес, и дальше он уже пошел соло добивать, но тут он понял то, что ууу, сука, 1 миллион это слишком много, и в принципе добил уже, когда пошел в последний раз в 375 тысяч лидера, соответственно, забрал, добив оставшееся количество войска. Люблю я поспать, ставь лайк, если ты любишь спать, Валя Чернов обнулен, за это можно еще дополнительный лайк поставить. Что мы сейчас будем делать? Я уж тут пока сидел, смотрел на то, как мой замок горит, а что мы будем делать? У меня сейчас появится больше времени на то, чтобы мониторить, тьфу, мониторить, играть на втором аккаунте, это димоновская ловушка. Кто-то мне там написал, что там есть 56 дней ускоров, это, конечно, мало для того, чтобы ее заново отстроить, там есть 100 тысяч самов, 500 тысяч Т2. Потихонечку, я думаю, мы ее отстроим, если что, если кто-то хочет, так сказать, я не говорю, что уууу, народ там сдонатите мне, но если кто-то хочет помочь в развитии того аккаунта, то внизу есть реквизит, куда вы можете денежку свою закинуть. Я буду признателен, ну а вы попадете в ролик, а я, ну и, ну еще что-нибудь придумаем. Блять, как-то это странно звучало. Короче, думаю, что будем восстанавливать тот аккаунт, ловушку по этому аккаунту. Здесь ускоров нет, как вы знаете, самое обидное, я все их потратил для того, чтобы меня обнулили, чтобы я проспал контру. А ускоров нет, будем их понемногу копить. Кстати, сейчас я нахожусь в гильдии ИЗВ, гильдия находится в 477-м гостю, всех приглашаю, можете со мной пообщаться, прям в режиме онлайн, в чатике спросить, обнулили меня, как это все было, так сказать, мои эмоции. Ну и вообще, в принципе, спрашивают какие-то советы по игре. Уже кто-то там вконтакте написал, да, да, я знаю, сначала пошел проверять свой контакт, но нет, это написали мне, наверное, из-за того, что я вложил везде записи, уже мне написали, типа, ой, ничего себе, обнулили. Вот, короче, исполнилась, так сказать, моя мечта, говорил о том, что меня когда-нибудь обнулят, соответственно, у нас 236 миллионов мощи, довольно-таки много, но если мы натренируем лям Т3, насколько я помню, он дает то ли 18, то ли что, кстати, сколько ресов дали? Ух ты, сколько! Много, короче, у нас есть ресурсы на тренировку Т3. Короче, Т3 у нас дают 24 ляма мощи на 1 миллион, мы с вами натренируем миллион Т3, и у нас будет 260 миллионов. С этим 260 миллионами можно пролезть в такие средненькие ГОСы, и 300 тысяч каждого Т3 хватит, чтобы спокойно пробивать Т4. И будем, соответственно, с вами делать контент в новых ГОСах, которые я никак не мог пролезть, имея 400 лямов мощи. Ну, а 260-то уже на волейнике неплохо. Тем более, допс-набжение у нас идет в эту, как ее... Короче, оно у нас не сгорает при мигре, поэтому через некоторое время, когда мы подкопим ускоров, мы с вами улетим в другой ГОС, улетим мы туда как раз на 236 миллионах мощи, там отстренируем Т3, и уже начнем движняк. А в то время, пока здесь у меня ничего нет, посмотрим, что будем делать, пока не знаю. Пока что, может быть, у меня даже появятся игры проходить. Другое время. Вот, короче, как-то так. Обнулен. Ну, кстати, самое интересное, не знаю почему, напишите в комменты, если у вас такое было после обнуления, я почему-то даже рад. Мне кажется, может быть, я рад, потому что как-то я смогу отдохнуть от этой игры. Все равно в некотором плане, даже если ты набрал лидеров, я тут с узниками стоял, ты такой сидишь-сидишь, думаешь, узко надо их казнить, надо казнить, надо казнить, постоянно, хоть бы меня там не засборили, не подожгли, все-таки ходишь, постоянно проверяешь телефон. А теперь... Ох, пойду-ка я спокойно посплю. Не знаю, но довольно-таки классное ощущение. Да, есть некоторая такая дезмораль, типа, блин, меня пробили. Но одно дело, когда тебя пробили в тот раз, например, как меня наполовину обнулили, когда они пришли о уведомлении, а другое дело, когда ты просто проспал. И абсолютно разные эмоции. Первый раз я такой, типа, в смысле не пришло уведомлений, какого хрена я такую злость делал, типа, что за хрень? А тут я сижу как бы на расслабончике, зато я спал. Зато я выспался. Я не переживал, когда заходил в игру, я увидел то, что там куча уведомлений, не переживал, что я зайду в игру и там увижу ноль войска. Нет, мне было фиолетово. Я зато хорошо выспался. Ну, кстати, нет, я не совсем хорошо выспался, но вот это вот пробуждение... Блин, я даже не знаю, как объяснить. Бывает, короче, ты просыпаешься, в смысле, допустим, вы там в школу, в универ, на работу опозали, типа, бля, а здесь нет. Здесь такой, просыпаешься, ммм, проспал. Вот, как-то так. Не знаю даже, что еще сказать. Ну, походу, это начало нового контента. Контента с Т3. Мегабоевой аккаунт. 600% статы. И нету Т4. Не, больше я тренинг Т4 не буду. Ну, нахер, это дерьмо. Чтобы постоянно поддерживать эти Т4, воевать тебе нужно постоянно донатить по-любому. Либо тебе кто-то неплохо так должен саппортить, для того, чтобы тебе и хилить эти Т4. Кстати, я, наверное, оговорился. Короче, тебе кто-то постоянно либо донатить должен, либо хилить тебя, либо там кучу, я не знаю, ресурсов в рюкзаке иметь, которые копятся через 25 ботов. Хрен его знает, как это делать. Но если ты простой игрок, который не так много тратит время на эту игру, делает Т4, на мой взгляд, вообще смысла никакого нет. Потому что, сука, они столько ресурсов забирают, а их надо постоянно либо выфармливать, либо... Короче, не знаю, где их получать. В общем-то, не будем видос мусолить на 20 минут. Меня обнулили. И ставь за это лайк. С вами был Коксидавалин Чернов. Всем пока. И это... Либо высыпайтесь, либо ставьте щит. Всем пока.